Доброе утро! Доброе утро! До Дня Победы осталось 20 дней и сегодня гость нашей программы – руководитель хора ветеранов войны и труда города Черкесска Людмила Городецкая. На протяжении нескольких десятилетий этот коллектив исполняет множество песен на военно-патриотическую тематику. В эти минуты в нашей студии Людмила Ивановна расскажет моей соведущей Белли Джозаевой о подготовке к главному празднику страны и новому конкурсу. Доброе утро всем! Доброе утро, Людмила Ивановна! Рада вас видеть! Людмила Ивановна, вот главный праздник на носу, как говорится, День Победы – хор ветеранов войны и труда. Наконец-то после такого большого перерыва вы смогли собраться вместе, вы увидели друг друга, вы готовите концертную программу. Хотелось бы узнать, что ждать вашим поклонникам на эти праздничные дни от вас? Конечно, у нас времени очень мало, но пришли все буквально 100%. И к нашему счастью у нас переболевших не было. И уже многие инъекцию сделали. Так что я думаю, что у нас заболевших не будет. Это отрадно. Мы повторяем все, что мы пели. И, безусловно, все, что в наших силах, мы обязательно покажем нашим. Людмила Ивановна, немножечко хочу не про хор ветеранов, а про вашу непосредственную работу тоже узнать. Вы готовите проект со студентами, со своими. Какой-то интересный. Хотелось бы узнать. Да. Мы хотели про Бетховена, поскольку у него все-таки большая годовщина. И потом такой композитор, классик, без которого, наверное, ни один оркестр, ни одно крупное, коллектив, ни один крупный, без этого композитора не обходится. Тем более пианисты, тем более у него целых четыре тома его сонат. И они изучаются, любятся. Только одна патетическая. Скажешь, уже все знают, что это такое. Поэтому мы решили сделать такое. Мы взяли «Одок радости». Это произведение, которое в Евросоюзе является как бы гимном Евросоюза. Но мы, конечно, взяли в более таком облегченном виде. И все, что в наших силах, мы уже подготовили. Осталось единственное, что соединить с оркестром. Оркестр тоже у нас, так сказать, по остаточному материалу. Но, тем не менее, они взялись. И мы привлечем обязательно ребят с духового оркестра городского. И скрипачей тоже с ансамбля. Бедмина Ивановна, я видела, что здесь у нас на АГТРК вы записывали песни с хором «Ветеранов». Да. Это вы готовитесь к какому-то конкурсу, к фестивалю? К чему готовитесь? В этом году в «Он-Алане» решили сделать фестиваль просто. Потому что все такие пожилые хоры, все находились целый год, круглый год. И поэтому, особенно готовиться некогда, поэтому решили не конкурс провести, а фестиваль. И спасибо нашей телестудии. Нас записали два произведения, и мы выслали туда, в Пятигорск. С тем, чтобы на будущий год все-таки провести полноценный конкурс. Как это мы делаем уже на протяжении многих лет, где-то около 14-15 лет. Я желаю вам дальнейших творческих успехов, здоровья вашему коллективу и новых побед на конкурсах. Спасибо. Спасибо вам. Если мы останемся, будем стараться, чтобы также держать марку. Обязательно останетесь. Мы называемся факелом. Спасибо вам. Спасибо нашей гостиной. Ну а наш информационный эфир в 9.00 продолжит вещание на черкесском языке. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru Или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова